Всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники и Олуха. Ну что же, у нас 9 день, 275 и много я забираю. Шикарно. Кстати, я тебе скажу, вот эта вот музыка, которая играет в игре, она под авторскими правами, поэтому мне приходится, когда я рендерю уже на ютуб, ее придется, ребята, удалять. Поэтому бывают такие вот пробелы без музыки. Так, ну что, Громелька у нас с тобой. Надеюсь, сейчас станет титаном. Вы серьезно? Здоровски, а? Ну что, отправляем его дальше обучаться. Выбор невелик. Так, здесь нам выпадает с тобой 15 рун. Спасибо. Так, давай-ка посмотрим, что теперь. Древоруб. Наконец-то он у нас получает сотый уровень. Ну что, друзья, теперь надо нам браться за кого-то другого. И, конечно же, его прокачивать. Я вот думаю, либо костолома, либо водореза. Наверное, все-таки водореза будем брать и прокачивать. Так, подожди, подожди. Опа. 90 уровень. Так, лети. Обучайся. А потом нам надо будет и до костолома как-то добираться. Верно? Так, отправляем его за железом. Тихо, подожди. А, ну да, все нормально. За железом. Так, здесь у нас созрело яйцо. Так, ну, крылатый ужас. Мы его отпускаем. Ну что ты мне принес? Так, руны, рыбу. Да. И три вот этих вот маленькие статуэточки. Как раз то, что нам нужно. Так, заберем с тобой этого снеговика-викинга. И давай-ка пробежимся по нашим заданиям. Так, сарделька. Что? Какие ставки делать, ребят? Я делаю на тусклый янтарь. Я думаю, что именно он нам сейчас выпадет. Но на мою удачу, ребята, выпадает 12 рун. Кстати, а сколько у Барсика? Подожди, подожди. Вот здесь вот уровень. 85-й. Слушай, почему так дорого стоит? А, он же у нас уникальный. Вот оно что. Тогда лети за древесиной. Уникальный ты наш. Так, ну что? Здесь Барсик приносит нам с тобой три шестеренки. Мы отправляем его на огромный костер. Пускай летит. Дальше. Кривоклык. Ну-ка посмотрим. Янтарь? Янтарь. А выпадет нам что? Либо яйцо, либо янтарь. И это, и это яйцо. Ну, естественно, я его буду, ребята, сейчас отпускать этого. А дракончик, потому что он у нас уже есть. Отпустить. Все. Ну и отправим его, наверное, за рыбой. Пускай добывает рыбу нам. Кстати, подожди. А у него какой уровень? 81-й. Так, ну что, Грамгильда? Ну, здесь, скорее всего, выпадет яйцо. Либо руны. Да ладно, заколочка, что ли? О, это круто. Заколка, это шикарно. Так, ну что, Грамгильда, мы тебя отправим, наверное, может быть, прокачать. А, рыбы не хватает. Тогда пускай пока летит за рыбой. Так, подожди, а почему на корабле ничего нету, интересно мне знать. Так, я обменяю вот здесь. Так, смотри, что нам нужно. А нужно нам с тобой... Так, не здесь. Вот. Тут, кстати, не хватает ракушек на обмен. А здесь нам не хватает с тобой еще двух статуэток. Поэтому отправляем нашего беззубика за статуэтками. В путешествия. Все, полетел. Дальше собираем наши ресурсы. Так, 11 миллионов древесины. Здесь 7 миллионов древесины. Здесь 25 миллионов рыбы. Неплохо. Кстати, он же, по-моему, у нас кандидат на прокачку. Точно, друзья. Но нужно 109 миллионов. Кстати, вот у нас как раз есть на один разок его прапать. Один разок всего лишь. И нужно еще 109 миллионов. Триндец, да? Расценочки, друзья. Так, ты за древесиной вперед. Шагом марш. Эти у нас тут чисто на древесине сидят. Слушай, а почему они на древесине сидят? Если они могут нормально добывать рыбу. С чего вдруг я их тут... Да, пускай добывают мне рыбу. По два, по три миллиона каждый из них может приносить. А я почему-то их... Отправляю на какую-то ерунду. На древесину. Древесины у нас и так хватает. Так что... Пускай... Ага, все, тут забито. Так, модифик рылка. Тоже за рыбу. Почему занято-то все? Все хижины заняты. Ну, зашибись. Придется кого-то возвращать. Кого... Кого... Кого бы... Тридцать семь миллионов древесинок. Кстати, неплохо. Ну, я думаю, знаю, кого нам вернуть. Кто у нас там рыбу таскает. Дай камеру-то отдалить. Кто у нас там любитель потаскать рыбы. Вот эти вот, да? А еще есть. Так, кревет неплохо рыбу ставит. Весный час тоже... Ммм... Вернуть. Сколько ты? Блин, тоже немало приносит. Я даже не знаю. Ну, ладно тогда. Что я могу сделать? Отправляем их... Нет, модификация все равно должна лететь за рыбой. Она намного больше приносит, чем, например... Так, ты лети за древесиной. Давай-ка мы, наверное, сделаем... Вот, Грамгильду вернем. У нее все равно очень мало. И отправим ее, наверное, с тобой в подключение. А что тут можно посмотреть? Ну-ка. Вот такие вот награды, да? Давай рискнем. Пускай летит. Так, этот тоже у нас тут сидит. Пригорюнил. Так, модификация. Все, я тебе место освободил. Лети за рыбой. Так, зеленая смерть нам достает сломанный меч. Тусклый янтарь. На поиски сразу отправляем. Так, и здесь у нас листочек плюс опять янтарь. Отправляем дальше его на поиски. Так, смотрим здесь. Бесплатный пак. Монетки Уодина, как всегда. Шепот смерти, древоруб, беззубик. Отлично. Ну и рекламный. Монетки Уодина в копилочку. И здесь он выпадает шепот смерти. Престеголов, древоруб. Так, ну что, вроде бы все. По заданиям у нас все. Так, здесь мы с тобой обмениваем наш блестящий интерь. Так, еще можно отправить вам? Можно. Дальше. Последний пак, если я не ошибаюсь, да? Открываем. Крылатый ужас. Шепот смерти, громобой защитник. Все, ребята. Паков больше нет. Надо, кстати, набивать. Ну и вроде бы пока все. Естественно, ребята, идем с вами сегодня проходить. Так, забираем 500. Як много. Отлично. Так, тут опять что-то у нас. Ага, на сезонном рынке. Ну, показывают, что можно взять вот это вот, да? 19 дней. Мне кажется, мы не успеем накопить 7500. Ну, хоть ты тресни. Ладно. Потом, если что, будем тогда обменивать. Какая нам разница? Ну, все. Можно идти и на события. Открываем. И идем с тобой за обычным загадочным паком. Так, давай посмотрим, кто у нас тут будет из противников. Угу. Клыкокрив. Две волны. Отлично. Ну что, поехали. Раз, два. Так, сейчас будет кусаться. Кусается он больно. Так, надо было вообще-то ему броню понизить-то по уму. Что-то я поспешал чутка. Ну, ладно, сейчас что он там укусит опять. Давай, наверное, вот так вот добьем. А вот и последняя вторая волна. Шепот смерти, громобой, защитник, я смотрю. Ну, начнем, наверное, с этого супостата, я так думаю. Угу. Он ничего там не сделает, просто ударит. Ну, или фаерболом бомбанет. Так, громобой. И... Громорок. Окей. Так, ну что. Залечиваемся. Сейчас что-то будет. Сейчас, скорее всего, немоту на всех повесит. Так и есть. Надеюсь, выживем. Выжили, но урона сам видишь сколько. Да, кривоклык даже, ребят, пострадал. Да чтоб тебя. Даже добить не смогли. Тихо, 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 тихо. Не надо мне штормареза трогать. Ты смотри, что творит, а. А я тогда сделаю вот так. И добиваем их с помощью хила. Все. Нормально. Так, что нам здесь достанется? 125 миллионов древесины. Так, ребят, забираем пак. И двигаемся на мини-босиков. Кстати, у нас здесь два ареновских пака будет. Тут и тут. И как там, события, по-моему, да? Пак событий. Ну что же, давай драться. Сколько волн? Надеюсь, две. Две волны? Три волны. Твою налево. И при чем здесь два стража? Костолом плюс громорок. Ну что, начинаем, как обычно по стандарту. Понижаем защиту и начинаем пробивать. Ты что делаешь, а? Лезет он. Добить сможешь? Красавчик. Так, громорок. Блин, а он будет, смотри-ка, потяжелее разбираться, чем костолом. Сейчас что-нибудь пульнен, да? Промахнулся, мазила. Фу-фу-фу, мазила. На тебе. Давай раз. И добьешь? Красавчик. Так, вторая волна. Два крылатых ужаса плюс один водорез. Тоже не очень хорошая команда, ребят. Я бы даже сказал, отвратительная. Так, лечим. Лечим наших бойцов. Так, одного хотя бы надо ушатать по любасику. О, сейчас вдвоем будут ходить. Ну давай. Первый пошел. Второй, как видишь, понижает сразу нам с тобой. Атаку. Четенько. Так, ну что, водорез. Водорез переключился автоматически, да? На моего штормореза. Опять что ли будет сюда бомбить? Нет, смотри, он всем понижает атаку. Знаете, что делать, а? Бумс, и нет тебя больше. Ну что, водорез, ты остался один. Бомбишь ты не кислый, я понимаю. Но поможет ли это тебе? Я думаю, что вряд ли, потому что мы сейчас захиляемся. Отлично. Но броня все равно, ребят, пониженная. Так, и добивочка. И это вторая волна только закончится у нас. Переходим на третью. Два водореза. Ё-моё. Ну, начнем, наверное, все-таки с водорезов. Потому что этого мы припаримся с тобой бомбить сейчас. Вот так вот я сделаю. А сто процентов будет, наверное, сейчас пытаться хильнуться. А это, соответственно, блокирование моих способностей. Да ёк, Макарёк, только не штормореза. Да, именно его. Слушай, они же сейчас вдвоем раскатают его. Придется вот так делать, ребят. Потому что два водореза по плевку сделают. И все, и штормореза, естественно, не станет. А так есть возможность, как говорится, пожить, малька. Да, этот вот супостат вредитель еще тот. Ну что, хиляемся? Нам нужно барсика залечить. На следующий ход этот опять партизан побежит. И мне кажется, он ушатает мне моего барсика. Ну вот так и есть. Так и есть. Тут нет смысла, ребята, этого делать. Лечить пока раны. Блокировать он пока не сможет на двух энергиях. Сам понимаешь. Минус. Ну что? Хлыщ. Будешь встанить кого-то? Нет, не стал он ничего делать. Тогда давай так сделаем. Снизим броню. Сделаем ему укус. Сейчас сто процентов будет выпендриваться. Так и есть. Бежит, бежит, бежит. Бумс. Ты серьезно? Он даже не попал, друзья. Это круто. Ну а мы выиграли. Ну что, крутанем рулеточку. Рулеточку и заберем древесиночку. Которого у нас слишком много. Блин, лучше бы рыбу мне давали вот в данный момент. Она мне просто необходима. Ее нужно много. Потому что динозавр... Ой, динозавр. Драконы у меня собираются прокачиваться до соточки. И они нам очень нужны. Так, костолом. Шипорез. Ну и переходим дальше. Раз получается поединок. Два и три. Да, три последних боя будет. Ну и заберем с тобой все награды. Это кто у нас там? Крылатый ужас, да? Просто уже титаном он стал. Поехали. Опять же три волны. Ну, меньше уже не будет. Сто процентов. Волн. Так что придется вот так вот бороться с ними. Ну... Твою налево. Да еще и не добили. Ну вот тут придется, ребят, тратить. Вот, чтобы залечить нашего Кривокойка. Так, крылатый ужас обычный. А это у нас... Кривет. Дагур. На самом деле он не Дагур, но похож на него. Дагур, он темный. Ну, это просто разновидность кривета. А так они... Ну, все по данной стихии подходят. Так, не надо вот повышать себе атаку, пожалуйста. Сделаем здесь вот таким образом. Раз, два. Теперь залечим раны. Естественно, наказали и того сразу же. А вот сейчас может быть что-то противное. Нет, слава богу, он не стал делать никакого суперудара. И мы его добиваем. Так, последняя волна. Но здесь все попроще. Здесь почему-то два противника, естественно. Начинаем с водореза. Сразу ему все дебафы делаем. А вот было бы прикольно, если бы у нас кто-то еще мог бы понижать атаку. Ты прикиньте, с пониженной атакой. С пониженной защитой. Просто беззащитный дракон, которого разбираю я не хочу. Так, мы сделаем, наверное, вот такой ударчик. Так. И укус по стандарту. Окей. Началось. Началось в России утро. Блин, как он не любит, а? Шторморезы, я смотрю. Постоянно его бомбашит. Это ему не имется, прям. Вот руки чешутся у него, да? Бомбануть именно... ...моего штормореза. Давай просто укус сделаем. Все. Так, очередное колесо крутим. Получаем опять древесину. Даек, макарек. Что за это, а? И идем сразу на мини-босс. Ну да, получается мини-босс. Забираем пак. Потом уже босяцкий. Надеюсь, у нас хватит с тобой и плодов мудрости, и прилив сил. Так, первая волна, и уже по три дракона. Настораживает меня. Естественно, вот с этого хонорика я начну, потому что... ...в прошлой серии мы именно из-за него сфейлились. Я решил бомбануть, по-моему, так же кревета. И вот этот вот хлыщ нас потом разобрал. Через усиление, естественно. Как он любит это делать. Так, а здесь этот делает усиление. Не очень мне это все нравится, если честно. Так, добиваем. Круто. Так. Кревет. Потрать, пожалуйста, потрать всю энергию. Блин, сейчас что-то будет. Электрический разряд. Сто процентов будет электрический. Ай-яй-яй-яй, под усиленной атакой. Ух ты, ешкин ты кот. Ты посмотри, что он вытворяет, а. Ты посмотри, что он вытворяет. Вот это да, ребята, мы еле-еле на соплях выжили, короче, одним словом. Конечно, мы уничтожаем этого хлыща. И еще подхиливаемся. Фух. Вот это опасно, конечно, он сделал. Прикинь, повысил себе атаку и потом еще сделал суперудар. Вот так вот. Слава богу, здесь промахиваются. Так, с кого начать-то? Давай, наверное, с этого, потому что я тут огнеплюю нас. И добивку ему. На. Это только вторая волна. Что, будет кривоклыка? Ну, естественно. И, естественно. И этот сейчас еще, не дай бог, добьет, а. Слава богу, он не туда бомбил. Так, ну что, нам придется, наверное, с тобой. А вообще-то я могу так-то сделать. Хопа. И все. И кривоклык у меня защищен. Еще и скрита уничтожил. Ну, давай. Видишь, что он делает? Все никак не угомонится. Так, хильнулись. Ну, добить добьем его. На третьей волне будет мини-босс. Не забываем об этом. О-ля-ля. Тут у нас... Твою ж налево. И они все стражи. Они все стражи. Ёк-макарек. Блин, вот это да. Я даже не знаю. Давай так, наверное. Как лучше сделать-то? В любом случае, надо кого-то бомбашить. И ни в коем случае не позволять вот этому сделать суперудар. Ни в коем случае. А для того, чтобы он его не сделал... Слушай, для того, чтобы он не сделал, нам придется... Нам придется, наверное, слепоту вешать на него. И будем надеяться, что он сделает суперудар. Или он на пяти... Воу, сейчас вот этот сделает суперудар. Вон, это жуки, а. Барсиком его обижает. Раз, два. Так. Все, минус один. А этот, видимо, подготавливается разбег сделать, да? Под фулл энергии-то. Естественно. Под фуллочкой. Что бы ему не бомбануть-то, а? Естественно, он будет бомбашить. Так. Пять энергий ждем, когда будет. И, соответственно, будем его блокировать. Ну, по возможности, опять же. Так вот они всегда и делают. Приходится тратить грушу. Слушай, наверное... Да. Сделаем так. И укус. Это фигня. А этот опять будет разбег делать? Ну, естественно. Ну, как же без разбега-то? И опять по шторморезу. И опять по шторморезу. Так, давай его, наверное, вот так вот... В слепоту загоняем. Ну, а дальше, я думаю, все будет... Четенько. Надеюсь. Погнали. Понижаем броню. Укус. Ну, все. Я думаю, что здесь, ребята, победушка уже будет. Чего он здесь уже ничего не сделает? Хильнуться решил на дорожку. Да, ты думаешь, это тебе поможет? Нет, конечно. Вот так. Ну-ка. Дайте рыбу, пожалуйста. Дайте мне рыбу. Да, ек, макарек, древесины. Я уже не знаю, что мне делать с этой древесиной. Так, но зато забираем с тобой ареновский пак. Который открывается сразу же, да? Ну и посмотрим, что нам здесь достанется. Так, шторморез, лаварык, шипорез, крылатый ужас и громобой защитник. О, кривоклык еще. Ух ты, чемпион-хлыстарез. Ну, неплохо. Так, ну что у нас, друзья мои, остается последний босс. Сколько здесь волн? Надеюсь, две. Не надо только три волны, пожалуйста. Да, две волны. Так, Иса. Блин, опять смотри. Два самых лютых. Ну, я все-таки начну, наверное, вот с этого. Груш у нас с тобой не осталось, остались только... Вот! Ты видишь, что он творит? Это, ребята, плохо, если он это сделал. Это очень плохо. Надо будет брать его в этот. В слепоту, ребята. Иначе это плохо кончится для нас. Так, делаем это. Да какое ты... Я же для чего взял и потратил эту... Твою налево, а? Ладно. Хотя бы хильнемся, блин. Фух. Я уже думал, все, ребята. Сейчас думал. И этот еще, да? Ать! Было больно. Так, укус. Раз-два. Ведь сможем бомбануть же, да? Отлично. Так. Массовую будет сейчас, наверное, атаку делать. Точно, ребята. Сейчас, скорее всего, Барсика мы потеряем. А ведь впереди босс. Впереди босяцки у нас. Ой, что творит, а? Хил. Ну ладно, потратим хил. Йо-моё. Два громобоя. Плюс. Блин, я не знаю, как мы тут сейчас будем. Если только на кого-то вешать... Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Так. Слушай, а он не этот... Не сделал на меня. Не моту. Короче, сделаем с тобой вот так вот. А здесь... Сделаем вот так. Ну. Вот. Хорошечно. Просто хорошечно сделал. Блин, всё равно как-то... Фигом его. Эть. Так. Ну, здесь понятно. Укусит этот сейчас. То, что он под усиленной атакой делает, это мне нравится. Так. Здесь понижаем с тобой броню. Используем, естественно. И вот так. Пока других вариантов я не вижу. Да что ты! Так, добить сможешь, сможешь. Всё. Ну что, друзья мои, берёмся теперь за этого громобоя. Ну, понятное дело, почему уклонение, да? Начинаем, короче. Понижаем ему броню. Здесь берём его под слепоту. Ну и дальше по стандарту. Так. Кусаем. Да вот, шиш тебе. Отхиливаемся. Опять же, кусаем. Ты прикинь, мы с тобой все... Приливы сил потратили. Вот так вот, ребятушки. Но зато прошли события. Ну что, крутанём колесо. Выпадает нам опять древесина. Какой-то день сегодня древесины одной. И забираем наш последний пак. Давай, давай, давай. Забрать. Вы молодец! Только что защитили целое поколение драконов. Вот, честно заработанное. Используйте плод мудрости в серии испытания 6 раз. Окей. Так, и забираем с тобой. У нас загадочный пак. Так, монетки водина. Громль, шторморез, кревет. Так, а это кто там у нас? Землехват. А землехват, по-моему, у меня есть. По-моему, есть, ребят. Уже в наличии один, да. Отпустить. Здесь давай заберём задание. Выполненное, естественно. Вот так вот. Что там у нас? Ага. Наградушки. И мы получаем с тобой сразу же прилив сил и 250 якного. Замечательно. Так, здесь у нас ещё с тобой есть вот такой вот серии испытаний набор. Рыба, рыба, древесина, древесина и громль, защитник, который у нас тоже есть. Да ты есть, есть у нас. А его что, нельзя, что ли? Отпустить. Ну, он же есть у нас, да? По-моему, ребята, он у нас есть. Фиксим. Пускай стоит. Так, ну что, я, наверное, пойду сейчас на арену. Ребят, у нас ни одного пака нету, понимаешь? Я не помню, когда такое у нас было в последний раз, чтобы вообще ни одного пака не оставалось. Так что, давай набивать. Так, ну что? Погнали. Начнём с кривоклыка. Хотя лучше, наверное, надо было начинать с пристеголового. Давай, наверное, так вот всё-таки сделаем, переиграем немножко. Ох ты. Эй, не надо тут свою усиленную атаку, парень. Хорош, завязывай давай. Сейчас щёлкнет, да? Или этот? Так, стоп. Погнали. А этот сейчас добьёт, скорее всего. Раз, два. Сейчас разбежится, как всегда, и бомбанёт. Ой. А чё я смеюсь? Всё равно ему крышка. Ну и что, друзья? Зато мы этого уничтожаем. И остаётся здесь всего лишь один кривоклык, которого мы тоже с тобой уничтожим. Удвоение энергии пошло. Ну что, бонзай. Так. И всё. Так, я вижу здесь дымодышащий, пристеголовый и опять же кревет. С кого бы тут начать-то? С этого, что ли? С мелкого ханурика? Сразу минус броня. Этот сейчас подхалим. Естественно кусает. Блин, по-моему, мы с тобой потеряли нашего кореша. Нет, слава богу, не потеряли, но ему недолго жить, да? Всё, его сейчас распишут. Кривят, естественно, чиркнет сейчас по нему. Жаль. Блин, а мы этого не можем расписать. Я офигею. А с чего вдруг... С чего вдруг ему четыре энергии-то сразу влепили? Эй. Было две, хоп, сразу четыре. Влупили. На тебе, пожалуйста, играйте, наслаждайтесь. Замечательно. Он ещё и ходит, блин, слишком часто. Ну, понятно, короче. Сейчас, естественно, уничтожат. Кловакрика? Да. Эй. Даже не мог уничтожить. Я в шоке, ребят. Не, это фигня полная. С какого перепуга им двойную энергию давали? Сразу же причём? Да всё, тебе крышка. Какие-то супостаты расписали в три секунды нас вообще. Ну, надеюсь, здесь всё нормально будет. Просто они как-то очень быстро мне в том раунде вынесли штормореза практически моментально. непонятно, как у них это получилось. Но вот получилось. Так, замечательно. Сейчас популяю огоньком. Удар хвостом. Так. Залечим раны. Так, минус. И остаётся ко столу. Будет разбег делать? И здесь, Тюра. Чтобы ко столу не разбежался, не ударил, это... Это уже не ко столу будет. Ну, всё равно ему крышка. Так, мы с тобой сделаем вот так вот. Залечим раны. Укус и добивка. Всё. Так, здесь у нас... Ага, барсик. Громорок. И опять же, станер. Поехали. А нафиг нам... Ну, ладно. Ушатаем в начале барсика. Потом этого ханыгу. Промахнулся. Хе-хе. Угу. На-ка. Наш барсик сейчас его добьёт. Смотри. Оп. Так, теперь вот этого будем... Чикрыжить. Всё будет разбег, естественно. Ну, как же без разбега-то? Что ко столом, что этот ханыга не только умеет бегать и станет. Поехали. Раз, два. Так. Одна энергия. Как тут лучше подсчитать-то? Давай, атака сделаю. Пускай немножечко бомбит громорога этого. Плюс ещё и подусиленная атака. Ему вообще шикарно будет. На-ка. Раз, два. Так, ну что? Бомбанёшь своего? Почти, ребята, ушатал его. Ну, а нам проще, да? Хоп. И всё. Ну что, друзья мои. Три обычных пака. Удивляться здесь нечему. Ну и пак вождя, естественно. Громель. Кревет. Шторморез. Острокрылый змеевик. И грамгильда. Вот так вот. Вот такой у нас сегодня получился улов. Ну что, я не знаю, ребята. Ждём. Ждём ближайших событий. Ждём. Как можно больше рыбы. Рыбка нам нужна, естественно. Потому что скоро надо будет ещё прокачивать дракона. А на этом всё. Всем пока. Всем удачи. И до новых скорых видосиков. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...